Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Просто о Вели» и я, ее ведущий, протеерей Иоанн Мохов. В нашей передаче стараемся говорить самыми простыми словами о том, что нас окружает именно в православном ключе, в православном, насколько возможно, свете, рассматривать те или иные события. Но в первую очередь о православной вере говорим, пытаемся донести самыми простыми словами основы, без которых человеку, у которого церковляется, ну уж никак нельзя. В одних из предыдущих встреч мы приглашали в качестве нашего эксперта, настоятеля храма в честь иконы Божьей Матери Скоропослушницы, отца Александра Дикушина. Он вновь у нас в гостях, и мы постараемся продолжить те передачи, которые фактически одним циклом могут идти, можно обозначить их так. Это была передача у нас «Православное отношение к жизни», «Православное отношение к болезни». И вот сегодня мы поговорим о православном отношении к смерти. Отец Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Отец Александр, ну вот, жизнь, понятно, когда начинается, практически всегда это радость. Рождение нового человека, хотя, конечно, есть определенные скорби, когда испытывает мать, когда рождается человек, но родившийся человек, он принесет столько радости в мир, что уже и скорби, и болезни не вспоминаются. Проходит какое-то время, этап мы проходим испытания в этой жизни болезни, но приходит когда-то время покинуть этот временный, для кого-то радостный, для кого-то менее радостный мир и завойти в вечность. Приступаем к порог вот этой грани, вот эту реальность, которая вечная для нас и для тех, кто не верует или мало верует. Для них это вечность, она кажется призрачной, ненастоящей. И вот тогда вопрос, а смерть, а что такое смерть вообще для прошлого человека? Это вот приобретение, смерть это наказание, смерть это страх. Что такое смерть? Вот как в данном случае, с точки зрения, пришел человек в церковь, он воцерковляется, а как, значит, Бог всех любит, почему же смерть-то? Ну вот вы хорошие слова сказали апостолу Павлу, смерть для меня это приобретение. И как бы отношение к смерти вот как раз является вот таким критерием нашей с вами веры, силы нашей веры. И есть ли у нас вера вообще? Если человек искренний, верующий в Бога, в божественное обетование, то, естественно, для него смерть это приобретение, по словам апостола Павла, полностью. А если человек не верит, не верит в Бога, не верит в вечную жизнь, то, естественно, смерть для него это кошмар. Но в лучшем случае, в лучшем случае, смерть для него это полное неизвестно, что будет там. Сейчас даже, можно сказать, что наука со всей своей силой говорит, что этой жизнью все не заканчивается, что уже есть такие факты. Вот. И здесь человек, наверное, делает для себя определенный выбор. Опять, во что он верит. В вечную жизнь или в вечную смерть. Отец Александр, ну вообще вот о смерти очень часто говорится в православных молитвах. Но говорится в каком ключе? Не в ключе того, что смерть является наказанием, но что смерть для нас будет судилищем некоторым. И в том Евангелии, которое мы читаем на отпевании, там, интересно, такие слова звучат. Для тех, кто внимательно слушает, может быть, они вспомнят даже вместе с нами, что если человек исполнял Слово Божие, да, то он, значит, по смерти, значит, перейдет в жизнь вечную. А те, кто если не исполняли, то после смерти они перейдут на суд страшный. Там говорится вот такой момент, что те, кто якобы исполняющие, это никакого суда не проходит, и сразу смерть для них, она какая-то радость даже. А для тех, кто, соответственно, без Бога живет, для них горе, печаль. И вот у нас в мире то же самое как-то складывается. Смерть очень сильно боятся. Смерть, с одной стороны, неизбежность, но с другой стороны, как мы можем людям сказать о смерти, скажем, позитивном. Пришел человек в церковь, да? Какой самый главный пример привести того, что смерть, она не является для нас каким-то, не знаю, ограничением. Мы не должны ее бояться. Потому что очень много сейчас в мире страха смерти. Да, на самом деле, для человека искренне верующего понятие как таковой смерти, как конца, да, какого-то, его не существует. Смерть, это правильно, это переход в вечную жизнь. То есть это переход к благу. Естественно, никакого здесь страха не должно быть. Другой вопрос, что когда мы теряем близкого человека, конечно, для нас это какое-то определенное внутреннее переживание, расставание с ним, разлука. Хотя бы мы должны понимать, верующие люди, что эта разлука, она временная. Какой-то вот период земной жизни, он очень короткий на самом деле. Очень быстро эта земная жизнь заканчивается. И мы должны понимать главное, что вот от этого земного отрезка, короткого земного отрезка, будет напрямую зависеть наша дальнейшая с вами участь в вечность. Вот если у нас это осознание будет вот этого, тогда мы здесь, на земле, будем все усилия прикладывать к тому, чтобы жить по евангельским заповедям, понуждать себя к этому. Тем более, что действительно христианство, православие в частности, открывает, приоткрывает для нас вот эту завесу, завесу неизвестности, что будет там. И мы уже, хоть может быть как в зеркале, гадательно, но все-таки понимаем и знаем, что будет там за порогом смерти. Неверующий человек, человек, который не имеет веры, он не знает ничего. Наверное, вот как-то так. Отец Александр, ну возникает следующий отсюда исходящий вопрос. Вообще, читая Священное Писание человека, церковь как бы призывает к радости, к общению с Богом. Вот что-то такое все время, как людей кажется, положительное, доброе. Откуда появилась на свете смерть? Вот вообще изначально человек существовал смертный, сотворенный Богом. Или человек сразу был предначеркнутым тому, что будет умирать. Вот откуда появляется смертный планете с точки зрения православного человека? Что такое вообще смерть, вот как феномен, как нонсенс? Вроде бы, если, так сказать, Бог по любви создает человек свое творение, он не должен его ограничить ни в чем. Тут вот ограничение по времени и сроку пребывания на этой земле. И естественно, что человек, как существо совершенное, был создан Богом изначально, бессмертным. Смерть вошла в мир именно с грехом. После грехопадения появилась смерть в мире. Потому что любой грех, который человек совершает, это тот удар, который он совершает именно против себя. Против своего естества. То же самое и касаемо смерти. То есть вот те страсти, которые человек приобрел с грехопадением, это смертность, тленность. То есть тленность имеется в виду, в каком смысле мы с вами стареем все, правильно? Стареем и умираем. Смертность, тленность, страстность. Опять страстность какая? Не то, что наши греховные страсти, а именно те безукоризненные страсти, которые существуют. Это чувство голода, чувство холода, да, правильно? Вот это все как раз есть следствие грехопадения человека. Потому что Господь дал человеку одну единственную заповедь. Человек ее нарушает. Нельзя нарушить заповедь. Заповедь это что? Вот, наверное, вот здесь надо коснуться. Заповедь ведь это не то, что какой-то закон. Вот Господь дал, да, и все. И не совершай. Заповедь это предупреждение. Предупреждение человека. Не поступай так. Ты повредишь себе. Ты себе нанесешь большой урон, рану. И причинишь себе в итоге смерть. Господь дал это предупреждение. Как же? Он же не оградил человека. Ты можешь это сделать. Но я предупреждаю тебя, смотри, к чему это приведет. И смерть явилась как бы естественным, абсолютно следствием грехопадения человека. Человек нарушил предупреждение. Ну, как, да, прыгни с 17 этажа, что будет? Разобьешься. Понятно. Ну, естественно, закон-то тяготень нас предупреждает, да. Невозможно это. Безопасно спуститься. Без лифта. Без лестницы. Здесь то же самое абсолютно случилось и с человеком. Отец Александр. Ну, вот мы понимаем. Значит, грех, он стал началом смерти. Даже, может, как-то синоним такой тут. Грех есть смерть. Как есть, допустим, слава Священного Писания. Грех есть преступление. Грех есть смерть. Вот. Смерть берет свое начало в грехе и от греха развивается. Плюс, опять же, можно такие простые примеры привести. Ну, допустим, человек гробит себя алкоголем. Ну, самый простой, к сожалению, бытовой, очень распространенный пример. У нас каждый год умирают десятки тысяч людей, так сказать, от, соответственно, алкогольной зависимости. Вот. Они разрушают печень и так далее. Весь организм. Понятно. Здесь вот все понятно. Человек, он доводит себя до смерти через грех. Через отсутствие борьбы за этой страстью, пагубной привычки. А вот как быть, когда, если, скажем, вот рядом с нами помирают, кажется, там, добрые люди, которые там, ну, явных не видим, так сказать, а, скажем, склонности или привычек к какому-то злу, кем-то ли страсти. Или еще, скажем, хуже того, как нам кажется, а умирает ребенок. Причем, вот, допустим, новорожденный, младенец, вот родился, радость казалась, не прожил там четыре дня. У меня вот, скажем, достаточно большая, в семье там племянники, там еще кто-то. Вот есть пример такой. Человек на четвертый день скончался. Ну, легкие не раскрылись и все. Как относиться к смерти, как нам кажется, невинных существ? Ну, в частности, детей или, скажем, людей добродетельных, когда внезапно окончили. Вот здесь смерть-то, а у них-то почему? Ну, тут за грех, понятно, там, еще, а вот тут как быть? Относиться надо с радостью. Понимаете, почему? Потому что ведь Господь, Господь, Он милостив каждому человеку. Вот все равно надо помнить главный такой тезис, что Бог есть любовь. Мы не знаем всех обстоятельств. И всей картины мира, жизни нашей, сегодняшней, мы не видим. Мы смотрим очень однобоко на ситуацию. Нам кажется, почему? Почему Господь забирает вот этого человека? Вроде бы он действительно добрый, хороший. Много чего бы сделал еще положительного в жизни. Господь усматривает по-другому. Вот есть тут понятие такого промысла Божия. Потому что Господь, любящий Отец, и искренне знает ту точку, когда человека призвать из этой жизни. И, как святые отцы говорят, что вот эта точка, вот этот момент, он самый лучший. Лучший для каждого человека. Неважно, младенец это, или человек молодой, среднего возраста. Но Господь заберет его именно в нужный момент. Потому что те испытания, которые предстоит пройти, даже вот мы думаем, младенец, да? Что ж такое? Ну почему младенец-то умирает? Те испытания, которые предстоит пройти этому человеку, мы не знаем, как в дальнейшем он сможет их пройти. Каким человеком он станет в будущем. Возможно, опять, это наши догадки, что эта смерть, это определенное нравоучение для его родителей. Определенное вразумление. Он-то младенец, чистый, невинная душа. Она, конечно же, без всякого сомнения, она идет к Богу. То есть это для него, для него это спасение. Понимаете? Для нас, для родителей, для людей-сторонних, наверное, это печаль зачастую бывает. Хотя на самом-то деле, надо бы этому и возрадоваться бывает. Ну, здесь наши слова, наверное, кто-то может возразить в какой-то степени, чуть ли не словами по столу Павлу. Где-то мы говорим и безумие, где-то и смущение, потому что сложно человеку невоцерковленному сказать, какая же тут радость. Православные все придумали. Но человек, когда выцерковляется, он действительно приходит к этому пониманию и осознает, что вообще самое главное слово, которое звучит в церкви, как Христос воскрес, и смертью и смертью он попрал. То есть здесь смерть, она побеждается, смертью для вечной жизни. Человек начинает в какой-то степени ощущать себя неодиноким. Например, что церковь, она не только земная, она еще есть и небесная, не оставляющая нас. И дает нам возможность как-то укрепиться. Но как вот здесь, отец Александр, конечно, вопрос к вам, посоветовать людям не то, чтобы готовиться к смерти. Это, наверное, неправильно совершенно звучит. Но относиться к православным, какие вот, скажем, моменты, которые помогают проходить вот эти испытания, которые тоже, ну, как по-человечески даже, там вот близкие уходят, они очень сложные. Что читать, как молиться за, скажем, тех, кто отошел в мир иной, так сказать. Почему мы усопших отпеваем? Вот ты, видите, вот моменты, вот человеку в домашней молитве, как можно помочь, перенести утрату близкого человека. И вот почему церковь, ваше отпевание? Вот эти два вопроса тоже, отец Александр, давайте попробуем озвучить. Тут, наверное, дело в том, что надо коснуться того момента, что вот эта связь между нами и ими, да, те, кто уже ушел, те, кто умер, да, она не прерывается. С православной точки зрения, да, я говорю, конечно, связь не прерывается, и мы можем действительно повлиять определенным образом на ихнюю дальнейшую участь, участь в вечность. И один из способов повлиять на это положительно, это, конечно же, молитва за этого человека. Другой вопрос, какая она должна быть, молитва, что условия молитвы, я уже об этом не раз говорил, что это должна быть с благоговением, со вниманием, искренней, сердечной молитвой. Потому что молитва, которую мы просто механически читаем, да, она никому не принесет никакой пользы. Молитва и, конечно же, искренняя, добродетельная жизнь тех людей, жизнь христианская имеется в виду, которые хотят помочь этому человеку, именно оказать действительную помощь. Потому что вот когда человек, вот вы идете с кем-то в паре, там, в походе, да, он подворачивает ногу, вы что делаете? Вы берете на себя его груз, правильно? Какой-то рюкзак берете, что-то, ему плечо подставляете. Вы оказываете действенную помощь. То же самое и здесь. Молитва – это действенная помощь этому человеку. Если она идет искренне, от сердца, не то что, да, я пришел в церковь, там, да еще когда и службы нет. Взял, записал, там, заказал, там, срокауст, обедник, все. И со спокойной душой побежал там по своим делам в магазин, на рынок и тому подобное. А там батюшка, вот он пускай молится. Это, к сожалению, это не поминовение. Это не поминовение. И это просто мы успокоили таким образом, обманули, даже можно сказать, свою совесть. Просто сделали, стянули вот этот груз, который нам нужно нести, мы стянули на кого-то. На церковь, на священника. А где молитва наша? Где молитва от нас? Хочешь пользы, хочешь благо, приди на богослужение. Заказываешь обедню, приди на литургию. Заказываешь панихиду, приди на панихиду, чтобы действительно постоять, искренне вспомнить этого человека, помолиться за него, сказать, помоги ему Господи. Это необходимые условия. И, конечно, эта молитва будет воспринимаема Богом только в меру того, как мы с вами себя сами совершенствуем духовно. Живем ли мы духовной жизнью? Если мы все это отметаем, духовное для нас не важно абсолютно, мы просто делаем вот это формально. Опять никакой пользы для человека не будет. Отец Александр, ну вот мы коснулись таких достаточно сложных вещей, связанных с непосредственно жизнью, где жизнь она имеет и грани свои. И вот в конце передачи хотелось бы задать вопрос о будущем воскресении всех усопших. Не раз говорится о священном писании Ветхого Завета и Нового Завета, что будет день, и все воскреснут. Вот. И вот самый банальный такой вопрос, когда люди спрашивают, а в каком виде ты воскреснул? Что вот я буду там стариком там или человек у меня младенцем? А церковь отвечает как-то на этот вопрос или он остается, скажем так сказать, сокрытым мраком тайны? Ну, скажем так, церковь, наверное, приоткрывает эту завесу. Вот когда воскресший Христос, мы знаем, являлся и не раз своим ученикам. Да, в каком виде, и имея вид прежний их учителя, да, но тело было другим. Он мог проходить сквозь стены, дверем затворенным он приходил, не нуждался ни в чем. То есть не имел, не имел той страстности, имеется в виду страстности безукоризненной, да, ее уже не было, которая есть в нашем человеческом теле. То есть он имел тело, но тело совершенное, тело того Адама, который был до грехопадения. То есть это тело полное совершенства, божественного совершенства. Наверное, вот так. В этом завеса несколько приоткрывается, и мы можем понять, что это будет на самом деле. Остальное, конечно, это божественный промысел и в неком смысле божественная тайна. Отец Александр, спасибо вам за ваши ответы, которые прозвучали в нашей студии. Дорогие друзья, это, конечно, вопрос самый, может быть, и сложный, самый непростой для человека, который приходит в церковь. Для человека, который не приходит в церковь, кто себя считает атеистом, считает, что ничего и нету, тогда всегда вопрос большой, зачем же жить. Вопрос, что такое смерть, как к этому относиться. Давайте еще раз будем помнить, что самыми главными словами, которые определяют нашу веру, вот эти два всего лишь слова, это Христос, воскрес, и вера от этого наша, она не тщетна, и проповедь наша не бесполезна. И вот эти слова, они звучат на Пасху всегда, а в течение года, воскресный день, нам напоминает церковь, что в воскресенье Христу увидевши, мы поклоняемся Христу и знаем, что смерть, своей смерть Он победил, и дает возможность нам через смерть войти в жизнь вечную, где уже нету ни плача, ни рыдания, ни болезни, но жизнь бесконечна. Конечно, будем еще рассуждать об этом сложном и простом вопросе. Храни вас Господь! Всего вам доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова